Всем привет! Сегодня я решил записать маленькое такое короткое видео в качестве ответа на вопрос или на просьбу подписчицы на канале. Хотя я не уверен подписчица ли она или нет, но вот девушка пишет такой комментарий. В комментарии даны характеристики компьютера, дан ряд задач, которые требуется выполнять на этом компьютере, и дальше просьба, какой выбрать Linux на этот компьютер. Характеристики компьютера такие. Intel i5, 8 гигабайт оперативки, 256 SSD и дисплей Full HD, IPS. Ну, как бы разрешение дисплея может быть не так и важно. Наверное, важнее видеокарта. Предположу, что пускай она будет интегрированная, ну или какая-нибудь непроблемная карта, то есть какая-нибудь NVIDIA. По характеристикам Linux подходит без всяких проблем. То есть я не вижу никаких противоречий, должен любой Linux встать без проблем. Что требуется от компьютера, какая предполагается работа? Строительство веб-сайта по готовому шаблону. Корректировка фото, создание видеороликов, текстовые файлы в разных форматах, презентационные материалы по типу Windows Office, Windows Excel, обработка текстовых документов с фото, электронными подписями и прочие заморочки, покупка и продажа в электронных магазинах, почта, скайп и прочие медиа, интернет, просмотр видео, управление банковскими счетами. Также требуется надежная конфиденциальность, антивирусная защита, потому что придется много шарить по интернету. В общем, что я могу сказать по вот этим вот просьбам? Что касается строительства веб-сайта по готовому шаблону, то Linux вообще это идеальное решение. В Linux работать с созданием сайта намного проще, чем в Windows. Что касается работы с фото, с видео, то это отдельный вопрос, потому что если у вас уже куплена лицензия Adobe, например, на какой-то продукт типа Photoshop или Lightroom, или если у вас куплена лицензия на Adobe Premiere, например, при работе с видео, то, конечно же, эти программы в полной мере вы не сможете использовать на Linux. То тут подойдет только Mac или Windows. Тут уже без вариантов. Что касается функционала, то если вы привыкли к использованию Photoshop, то, может быть, вам в GIMP будет не так удобно. Но, в принципе, основные функции. GIMP подойдет без проблем, справляется с этим. Я сам знаю по себе, что GIMP имеет очень широкий инструментарий для работы с фото, для работы с изображениями, без всяких проблем. Также есть очень замечательный инструмент под Linux Dark Table называется. Это аналог Lightroom. Там столько всего тоже, столько много инструментов, столько настроек. В них надо разобраться. Это сложновато. Надо разобраться, какое-то время потратить. Но зато там есть просто широчайший функционал. Как вариант, если, например, список ваших задач на 90% удовлетворяется Linux, а какая-то одна задача или две требует запуска Windows, то Windows можно запускать на виртуальной машине или поставить как вторую операционную систему и делать так называемый dual boot на компьютере. В общем, здесь тоже проблем быть не должно. Создание видеороликов. Я создаю видеоролики на Linux без проблем. Текстовые файлы в разных форматах. Тоже проблем быть не должно. Есть пакет, который по умолчанию есть в любом субъективе Linux. Это LibreOffice. Не всем он нравится. Мне, например, нравится. Главное только его грамотно настроить. Тогда он совместим с форматами .docx, .docx и кучей-кучей других форматов текстовых файлов, документов и таблиц, презентаций. Короче, весь набор, который может понадобиться при работе с документами, в Linux доступен. Работа с текстовыми документами, в которых есть фото, электронные подписи. Здесь могут быть некоторые, как и тут написано, заморочки. Насчет электронных подписей есть просто их разные форматы, разные варианты, каким образом подписывается документ. И что имеется в виду здесь по электронными подписями? Есть электронная подпись, которая служит защитой подлинности документов. А есть электронная подпись, которая означает, что человек просто берет и на тачскрине, расписывается и тогда получается его подпись в электронном виде. Такой документооборот применяется, например, в Литве и уже набирает популярность в других странах. Здесь надо просто уточнять, конкретно под ту или иную задачу надо уточнять, совместимо ли данное приложение в документопроизводстве или делопроизводстве, совместимо ли оно с Linux. Покупка-продажа в электронных магазинах. Если у вас есть браузер, то вы можете все это делать на любой платформе, независимо от того, Linux, Mac, Windows, неважно. Почта, Skype и прочие медиа. Имеется, наверное, в виду соушал-медиа, социальные сети. Все это есть тоже. Опять же, наличие браузера дает вам возможность пользоваться всеми соушал-медиа, всеми ресурсами. Есть отдельные приложения для почты. Skype тоже на Linux работает без проблем. Интернет. Понятное дело. Просмотр видео. Понятное дело. Управление банковскими счетами. Тоже проблем быть не должно. Встречаются иногда, но на сегодняшний день достаточно редко, полусовковые варианты работы с счетами в делопроизводстве. Когда вы в филиале банка или, например, в налоговой где-то, вы должны получить ключ шифрования на USB-носителе, и дрова под такой ключ существует только на Windows. Вот тогда, называется, вы попали. Тогда необходимо использовать Windows. Если такая проблема не стоит, значит, все будет без проблем осуществляться. Управление счетами личными в основном сейчас осуществляется через интернет-банк. Это можно сделать через мобильный телефон, это можно сделать через браузер, зайдя на страницу, авторизовавшись. Иногда, если вы управляете счетами предприятия, вам необходимо еще получить в банке DigiPass, он работает также через браузер, как правило. То есть вы заходите в свой уже корпоративный кабинет, отправляете какую-то транзакцию, и для того, чтобы ее подтвердить, вам просто нужно в DigiPass вставить карту, ввести код, и транзакция проходит без проблем. Там совместимости или драйверов каких-то не нужно, не таких. Что касается антивирусной защиты, конфиденциальности, здесь Linux тоже на высоте, то есть проблем с конфиденциальностью, с вашими данными не должно никаких возникать. Windows отправляет, кое-какие данные собирает, даже если вы не даете согласия, вы должны уяснить, что когда вы заключаете лицензионное соглашение с Microsoft, покупая операционную систему Windows, вы покупаете не операционную систему, вы покупаете право пользоваться этой операционной системой. Сам продукт в программе остается во владении компанией Microsoft, и они вправе по лицензионному соглашению делать с этой системой все, что им захочется. Поэтому вы не можете даже предъявить им никаких претензий по этому поводу. Это не ваша система, вы просто купили право ей пользоваться. Соответственно, на сегодняшний день стоимость личных данных на рынке, она очень сильно растет. Это сегодня самое ценное, что есть в IT-сфере, это данные пользователей. Поэтому Microsoft, теряя позиции на рынке операционных систем, на рынке программного обеспечения, будут наращивать свои прибыли за счет того, что они будут дальше использовать выгоды личных данных пользователей, которые есть в их распоряжении. Это так, отступление от темы. Что касается Linux, там иногда собираются какие-то ваши данные с целью улучшить проект. То есть, отправляется, например, информация, если вы дали согласие, отправляется информация о том, какие пакеты вы чаще всего используете в системе, какие у вас проблемы возникают. Вы можете отправить отчет о каком-то сбое в системе, например, для того, чтобы разработчики могли оперативно на это реагировать и улучшать систему. Что касается антивирусной защиты, я думаю, всем очевидно. 99% вирусов пишутся под платформу Windows, и поэтому, в принципе, такого напряжения пользователи Linux по поводу антивирусной защиты испытывать не должны. Существуют антивирусники и для Linux, но они в основном служат для того, чтобы вы могли обнаружить на какой-нибудь флешке Windows-овский вирус и его удалить. То есть, вреда самой системе Linux, он, скорее всего, не принесет этот вирус. Существуют вирусы и под Linux, да, но это уже более редкие случаи. Я думаю, простому пользователю здесь бояться нечего. По антивирусной защите, даже без антивирусника, Linux безопаснее, чем Windows с антивирусником. Я скажу так. Теперь к вопросу о том, какой именно Linux посоветовать человеку. Поскольку этот комментарий был оставлен под старым видео о Gnome 3, то, наверное, человеку понравилось это окружение Gnome 3. Соответственно, если речь идет об этом, значит, я бы посоветовал начать с операционной системы Ubuntu. По умолчанию там будет рабочее окружение, окружение рабочего стола как раз-таки Gnome 3. Если переход идет с операционной системы Windows, и необходимо сделать этот переход наиболее безболезненным, то я бы рекомендовал Linux Mint с окружением рабочего стола Cinnamon. Cinnamon окружение рабочего стола, которое наиболее похоже на Windows, особенно седьмой серии, например, Windows XP, Windows 7. Там все те же панель задач, главное меню, окна и все-все-все такое. Кроме того, в Linux Mint существует много утилит, которые упрощают человеку работу системой. Это утилита, например, установки приложений, это утилита работы с обновлениями, это утилита работы с профриитарными драйверами. Все это делает жизнь проще. Поэтому для новичка я бы рекомендовал начать знакомство с Linux, установив себе Linux Mint. Если Gnome 3 нужен, то в Linux Mint Gnome 3, к сожалению, нет. Поэтому тогда остается использовать Ubuntu на Gnome 3. И существует множество-множество различных ответов на возникающие вопросы в интернете. Существует множество приложений, различных репозиториев дополнительных, которые вы можете подкреплять для Ubuntu, соответственно, и для Linux Mint. Поэтому недостатка в программах, недостатка в информации быть не должно, если вы используете Ubuntu или Linux Mint. Ну и последний совет, который я могу дать, это, конечно же, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и продолжать смотреть видео. Я постараюсь их нередко выпускать, то есть постараюсь их... Да блин, заголбал это муха. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Если нет, дайте мне знать, пожалуйста, в комментариях. Если у кого-то еще есть подобные вопросы, тоже пишите. Либо в комментариях на YouTube, либо в группе ВКонтакте. Можете в Инстаграме попробовать написать. Я буду стараться по мере возможности, по мере времени, иногда делать вот такие видео с ответами на вопросы. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И успехов вам!